Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на видео обзоры от Pablita. Сегодняшний мой гость это тактический ремень от украинской компании U-Tactic под названием Cobra Ring Belt BT2. И давайте знакомиться с ним поближе. Что из себя представляет данный ремень? Это изделие изготовлено из тесьмы, которая выдерживает до двух тонн на разрыв. И пряжки Австрия Альпин, пряжки новой, пряжки модной, пряжки Cobra D Ring. Чем интересна данная пряжка? Компания Австрия Альпин давно выпускает на рынке, мировом ринке, лидирует в области быстроразъемных пряжек. Пряжек, которые выдерживают большие нагрузки, порядка 1800 кг. Пряжки сертифицированные, раньше и по сей день эти пряжки используются парашютистами. Горными спасателями, индустриальными, альпиндустрией и прочими парапланиристами. Там, где нужна прочность. И сейчас данная фирма добралась и до военного рынка и выпустила вот такое вот решение интересное. Сейчас я вам расскажу, чем оно интересно. Данная пряжка сделана таким образом, что расстегнуть ее можно, нажав только на два рычага сразу. Если рычаг будет нажат только один, пряжка не расстегнется. Вот, пряжка быстро расстегивается, быстро застегивается и, как я говорил, удерживает вес порядка 1800 кг. В изделии D-RING добавлено страховочное кольцо, которое может использоваться для крепления карабинов, веревки. И позволяет использовать данный ремень как спасательный, даже без карабина. Вторая часть пряжки это вот такое вот изделие, тоже из алюминия и стали. И благодаря подвижной вот этой детали, оно позволяет регулировать ремень по объему и держит за счет трения саму тесьму, не дает ей распускаться. Пряжка фрезерована с алюминием. Вы видите, все четко, все красиво. И в данном случае покрашена в цвет койоттан. Вот, что я вам хотел рассказать о пряжках. Давайте перейдем к ремню. Ремень, кроме того, что он сделал в современных материалах, он еще имеет интересную особенность. Это молли внутри. Зачем это сделано? Я вам сейчас покажу. Это сделано для того, что если пользователь захочет пристегнуть к ремню подсумок, благодаря такому изящному решению, как молли, с обратной стороны данный подсумок не будет ездить по ремню. Вот. И будет находиться на том месте, куда вы его пристегнули. Вот. То есть будет конструкция жестко соблюдена и фиксируется подсумок ремень еще шлеевками. И вы подсумок имеете на том месте, где бы вы хотели. Также ремень имеет в задней части такой вот карман, который сделан из эластичных лент, в который можно положить денежку. Ее не будет видно. Сложено определенным образом. Положить, допустим, ключ от наручников, какие-то мелкие детали. И это все прижмется к спине пользователя и не будет доступно при таком вот поверхностном обзоре, осмотре. Вот. Поэтому вот в ремне вот такие вот интересные решения производитель сделал. Давайте теперь разберемся, как мы его вставим в брюки. Вот. Сейчас я отстегну подсумок и буду вам показывать. Не все тактические даже брюки имеют широкие шлеевки. И для того, чтобы ставить ремень в брюки, его необходимо разобрать. Как это делается? Мы отклеиваем регулируемую часть липучку. Осторожно вытаскиваем, не спешим. Вот. Потому что ремень может достаточно плотно заходить в пряжку, благодаря тому, что здесь, видите, утолщение за счет липучки наклеенной. Но эта липучка необходима, потому что она, когда ремень приклеен, она не дает более плотно торцу ремня отходить от основания. Он не будет цепляться за другую амуницию или снаряжение. И все будет на своем месте. После того, когда мы разобрали ремень, мы его собираем таким образом, чтобы кобра наша, D-Ring, находилась, соответственно, с левой стороны. Ну, справа зеркально сейчас у меня. Берем ремень, вставляем шлеевки. Они немножко могут цепляться. Вот. Смотрим, чтобы ремень не перекручивался. Потому что он норовит это взять. Хотя сама письма достаточно эластичная и гибкая. Вот. Поэтому не стоит на нее навешивать много. Это все-таки больше брючный ремень. с элементами эвакуационного, но не пистолетный. С пистолетным мы покажем вам в другом обзоре. У него есть отличия. После того, когда мы вставили ремень, мы выбираем нужный нам объем ремня. Берем пряжку. Таким вот образом. Вставляем сначала в дальнюю часть, потом в ближнюю. Как я вам говорил, немножко плотно он входит. Но это не беда. Выставляем нужный объем. Застегиваем ремень. И таким вот образом вставляем в шлеевку остаточную часть ремня. Ровненько все заклеиваем. И вуаля! Вот он наш ремень. Вот так вот и вышло. Поэтому ремень интересный. Ремень качественный. Ремень современный. Современных материалов. С такой вот сверхпрочной куброй. Ремень, позволяющий размещать подсумки на поясе в тех местах, где вам необходимо. Ремень, позволяющий прятать вам заначку. Вот ремень, позволяющий спуститься без карабина по веревке, как я покажу в другом обзоре. В общем-то, интересный ремень. Ремень качественный, ремень от отечественного производителя. Вам есть смысл обратить внимание, если вам необходимо. Вот такое вот качественное решение от отечественного, как я сказал, производителя. Более детально об этом ремне и о других изделиях от известной фирмы УТАКТИК я расскажу в своих обзорах. Читайте блог, подписывайтесь на видеоканал. У нас каждый день новые новости. Спасибо, что остаетесь с нами. Всего вам самого наилучшего. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok